Музейщики, чиновники, рядовые ярославцы, ведущие специалисты в сфере культуры со всей области и столицы. Перед всеми поставлена одна задача – безболезненно перевести крупнейший музейный комплекс региона в новое место. На вопрос, как это сделать, должен был ответить круглый стол, организованный музеем-заповедником. Конечно, пока музей находился в монастыре, он в значительной степени был сосредоточен на истории древнерусской архитектуры. Сегодня необходимо искать какие-то новые тематические направления и, может быть, еще искать какие-то методы, новые методы, собственно, музейной работы. В запасниках музея-заповедника и выставочных залах более 300 тысяч экспонатов. Сроки стоят достаточно серьезные. До 2018 года нынешние здания должны вернуться Ярославской епархии Русской Православной Церкви. Точно совершенно, что музей выезжает. В соответствии с 327-м законом мы должны покинуть эту территорию в 2018 году. Пока идет обсуждение возможных мест переезда музея. И когда будет конкретно что-то известное, я охотно с вами поделюсь. На самом круглом столе разгорелись нешуточные страсти. Предложения поступали разные. Вот давайте все-таки отважность и попросим у товарища Путина. Отдельное здание, серьезное здание, специальное здание для музея. Вообще стыдно, когда музей как нищен и побираются в бывших больницах существуют, в бывших новых монастырях. Это, кстати, для вашего музея хотя бы стильно. Рассматриваются возможности о строительстве нового здания для музея. В частности, рассматриваются варианты строительства фонда хранилища, депозитария так называемого. Мы пытаемся и уже плотно работаем и с Министерством культуры, то есть с федеральными службами. Как раз там ищем тоже средства, потому что я подчеркиваю, это наша общая ответственность. Мы считаем это так. Говорить однозначно, появится ли у музея-заповедника через 4,5 года собственное современное здание, сейчас не возьмется никто. Так же, как никто не знает, разобьется ли огромный музейный комплекс на собственные филиалы. Но уже сейчас ясно. Сумма данного вопроса может перевалить за несколько миллиардов рублей. И откуда возьмутся такие деньги сейчас, боюсь, не скажет никто. Захар Акопов, Олег Клушников. День в событиях. Захар Акопов. День в событиях.